здравствуйте самые лучшие зрители меня зовут полина да да опять старые джинсы были и осталась от них только одна правильно часть задние карманами кармашки шикарные как раз мой любимый цвет мой любимый размер конечно размеры вы можете сделать любыми какие получатся лишние швы и утолщения нам не нужны их срежем в сегодняшней работе использовала холстопрошивное полотно и лен их приобрела в интернет-магазине один метр ткани люблю туда заглядывать скоро праздники на подарки взяла очень красивые комплекты постельного белья а это самая простая недорогая подушка сверху спамбонд нетканное полотно внутри холофайбер на канале часто шью декоративные подушки наволочки пижамницы теперь именно эту подушку буду вставлять внутрь чтобы показать готовый результат еще сделала запас ниток на больших бобинах в промышленной намотки черные для верлока а светлые нейтральные для шитья лоскутных изделий еще заказали металлические наперстки сделали запас молний и длинных и коротких будем шить косметички и декоративные подушки заказали еще и широкие резинки и конечно новые ткани в темно-синюю ткань с розочками я сразу же влюбилась думаю что вы еще и не раз увидите в моих видео белая ткань называется манго дочь хочет себе сшить красивую блузку кстати смотрите что она себе уже сшила из ткани этого магазина а темно-синяя это плотная диагональ будет прекрасной основой для ковриков красные это ткани компаньоны со снежинками а гномики это дорожка нашли красивых полотенец ну что есть простор для творчества при работе нам еще понадобится и вспомогательная ткань замечательно если есть джинсовая но я взяла плотный лен с романтическими розочками будет у нас деревенский шик в качестве утеплителя возьмем кусок холста прошивного полотна он еще продается в хозяйственных магазинах под названием хлопковая тряпка для пола сложим их вместе и заколим булавочками и еще на ткани водорастворимым маркером нарисуем линии стежки ровно по линейке так будет аккуратней и красивей стежка самая простая простой лапкой прямой строчкой прошиваем все полотно делим его на квадраты на большой простеганной детали раскладываем детали с карманами закалываем их булавками соединим эти детали вместе сделаем декоративную строчку вокруг карманов на ширину лапки и уже после этого вырежем наши заготовки отрежем лишнюю ткань иногда в комментариях спрашивают какую бейку брать прямую или косую смотрите сами если вы обрабатываете край изделия у которого прямые углы то бейку лучше брать прямую просто полоску ткани выкроенную или по долевой или по уточечной нити как уж получится а если края закругленные то бейка должна быть косой то есть выкроенная из ткани под углом 45 градусов тогда она становится эластичной и ей хорошо обрабатывать округлые срезы если надо соединить вместе несколько бейек то сшиваем их между собой под углом 45 градусов в таком случае нет толстых соединений швов в одном месте в обработке бейкой нет ничего сложного в самом начале ее немножко подгибаем и начинаем шить в углах свободно укладываем без натяжения не забываем вставить петельку пришитую бейку отгибаем на другую сторону дважды подворачиваем и прокладываем строчку все получается очень симпатично и весело знаете если для домашнего использования то прихватки получились прекрасные из плотной джинсы льна и хлопкового наполнителя и как раз по руке из духовки противень и жиров не доставать горячие кастрюли и крышки подхватывать самое то но я заметила что если шью уж очень красивые прихватки то ими никто не пользуется они просто висят без дела хозяйкам жалко красоту портить но мы же девочки сделаем самый простой и легкий декор чтобы было красиво но не жалко пользоваться приготовим цветные нитки можно взять шерстяные полушерсть акриловые любые у меня есть остатки мурине швы самые простые заодно и потренируемся шов козлик всем знакомый вот я сейчас шью на глаз но вообще-то надо бы нарисовать две параллельные линии и шить по ним следующий очень простой шов веточки думаю что здесь ничего не надо пояснять все ясно и понятно сначала делаем три петельки в одну сторону потом три в другую сочетая эти простые швы в одном изделии используя разные нитки можно достичь интересных рисунков самый простой основной шов вперед иголку тоже может смотреться очень декоративно и интересно и сделаем еще шов елочка тоже легко и просто шьется сами видите как просто делаются все декоративные швы а у изделия уже выглядит празднично и нарядно кстати я подумала а ведь такими швами можно украсить и нормальные магазинные джинсы внести такую экзотическую мексиканскую нотку конечно же декоративных швов существует огромное количество но мне хватило и четырех самых простых девочки дорогие вы же понимаете что я дала вам идею а вы все сделайте гораздо лучше красивей и интересней чем у меня всем желаю удачи в творчестве в описании под видео вы найдете ссылки на все мои группы в соцсетях и на дзен жду вас там с вами была полина всем пока пока и до скорых встреч